Здравствуйте, меня зовут Ксения Лазебная, вы вновь на канале Вегетон. Мы продолжаем говорить о поиске идей для бизнеса. В прошлом выпуске мы затронули тему информационной перегрузки и о том, как она мешает нам генерировать свои идеи, как она мешает нам задумываться о тех реальных потребностях, о той реальной бизнес-стратегии, бизнес-концепции, которая могла бы стать максимально эффективным способом продолжения вашего дела или вашего досуга, или вашего хобби. Вот как это было в предыдущих выпусках. Если кратко, сенсорное сверхвозбуждение, вызываемое быстрой сменой информационной среды переизбытком информации, нами получаемой и нами же генерируемой, вызывает когнитивное сверхвозбуждение, что ведет к усложнению работы нашего мышления. Находясь в состоянии постоянного поглощения информации, у нас остается крайне мало времени для ее усвоения и переосмысления. Это вызывает ряд проблем. Принятие решений, поиск, выбор траектории своего будущего и генерации идей, в том числе и бизнес-идей. Дело в том, что в фоновом режиме ваш мозг уже работает над генерацией вашей бизнес-идеи. Просто дайте этой идее проявиться, создайте для себя такие комфортные условия, спокойные условия для того, чтобы эта идея пришла к вам в ваше сознание. Так где же нам найти то место, где мы действительно смогли бы подумать о себе и подумать о наших реальных потребностях и о том, как реализовать, как воплотить ту идею. И вообще, сможем ли мы ее действительно разыскать в нашем сознании, в нашем мышлении. В этом месте должна быть максимально снижена вся сенсорная бомбардировка. Это место должно быть максимально комфортным для нас. И о том, как его найти, мы сейчас поговорим. В том месте, где мне хорошо, должно быть максимально комфортно на всех уровнях, в том числе и сенсорном. Там должны быть исключены все те раздражающие факторы. Я должна четко понимать, что я не хочу видеть, не хочу слышать и не хочу чувствовать. Для этого очень важным шагом будет следующий. Просто написать, что я действительно хочу видеть, хочу слышать и хочу чувствовать в том месте, где я буду размышлять о своем будущем бизнесе. Прекрасно, если местом вашего сенсорного комфорта вдруг оказался ваш дом или гостиная ваших друзей, или даже офис, или любимое место в парке. Так позвольте себе проводить там больше времени. Позвольте себе размышлять там, на тех вещах, которые сейчас требуют вашего внимания. И о той задачке, которую вы ставите перед собой по поводу будущего зарабатывания денег. Но что делать, если подобные размышления приводят вас к мысли о том, что шум метро вы хотите 100% заменить на шум прибоя, запах выхлопных газов заменить на запах моря, а тяжелую одежду переодеть на что-то легкое и приятное телу. В этом случае, я думаю, что подумать о вашей бизнес-идее стоит в отпуске. Или просто поменять место жительства. Звучит очень просто, но это может стать вашей реальностью. Окей, мы снизили уровень сенсорной бомбардировки. Съели вкусную еду, надели приятную одежду, заняли удобную и комфортную позу. И что же дальше? Во-первых, радуемся одиночеству и состоянию офлайн. И не корим себя за то, что сейчас это время тратим на себя, а не на кого-то другого. Я думаю, что вы уже заранее обо всем позаботились. Поэтому попробуйте немного насладиться этим состоянием приятного одиночества и размышлений о той задаче, которую вы перед собой поставили. И во-вторых, принимаем ситуацию бездействия этой полезной лени. Пусть к вам приходят ответы на все те вопросы, которые вы уже поставили себе, связанные с поиском бизнес-проекта, который обязательно принесет вам успех. Но есть ряд тем, которые, я думаю, что стоит затронуть в процессе ваших размышлений. Попробуйте задать себе три вопроса. Ответить на них нужно очень емко и кратко. Каким я буду в будущем? В тот момент, когда бизнес запустится и он будет уже успешным. Попробуйте спровоцировать себя в ту успешную точку вашего будущего. Сфера деятельности сейчас не очень важна. Просто представьте себе, какие вы, когда успешны, на чем вы ездите, какие у вас привычки, что вы носите, где живете. Второй вопрос. Как вы думаете, за что сейчас вы готовы заплатить самому себе? За какие навыки, за какие умения? И третий вопрос. Как вы думаете, какие проблемы действительно сейчас являются для вас очень важными, глобальными? Проблемы, которые вы хотели бы решить, но этого решения пока нет. Может быть, эти проблемы связаны с вашей повседневностью, с вашими бытовыми вопросами. А может быть, они касаются каких-то ваших специфических, очень глобальных, ментальных запросов. Порассуждайте на эту тему и запишите эти вопросы. И обязательно запишите ваши ответы. Сохраните их. Дайте им немного отлежаться. Обсудите их с теми, кому вы действительно доверяете. Безусловно, решение о старте вашего бизнеса – это очень ответственный шаг. Именно поэтому рождение идеи требует концентрации в том месте, где вам комфортно и хорошо. Но что делать, если этой концентрации вы достигаете совершенно другими средствами? Так позвольте себе это. Только не забывайте о технике безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok